Друзья, половина первого в городе Герои Киеве. У нас воздушная тревога. Сегодня у нас получился относительно спокойный день. Но традиционно к нам летят мопеды, шахиды. Поэтому еще час назад я написал в нашем телеграм-канале и фейсбук о том, что, друзья, в наше направление летят, возможно, воздушная тревога. Ну, так и есть, вы слышите. Ну что, друзья, в укрытие обязательно. Обязательно в укрытие. Хочу сказать, что у нас эти два дня были достаточно напряженные с позиции того, кто следил за ситуацией, связанной с решениями НАТО. И меня удивляют некоторые эксперты, которые раздосовываются, в общем, расстроены. И говорят о том, что Украину не взяли в НАТО. Украину не должны были брать НАТО. В том плане, что на сегодняшний день это решение не нужно ни Америке, ни другим странам, членам НАТО. По той причине, что есть простая позиция НАТО о том, что если НАТО возьмет Украину, то, значит, она вовлекается в военный конфликт, другими словами, в войну. И сегодня у нас, вчера и сегодня на саммите в Вильнюсе стояли две основные задачи. Первая – это решить вопрос по ДЧ, так сказать, сократить очередь до минимума. И у нас это получилось. И второе решение – это чтобы НАТО предоставило конкретный план, покроковый, для Украины. Из этих двух решений НАТО в нашу пользу приняло только одно решение. То есть это получается, что 50% успеха. Знаете, как очень много вижу злорастующих россиян, очень много вижу расстроенных жителей Украины. Но хочу сказать моим дорогим украинцам, всем нашим жителям нашей нынки Украины, вы определитесь, кто вы. Вы либо оптимист, либо пессимист. Вы тот человек, который смотрит на стакан, в котором не хватает половины стакана воды, или стакан наполовину пуст, или стакан наполовину полон. Определитесь, кто вы есть в этой жизни. И чем больше вы испытываете негативные эмоции, что что-то не получается и так далее, то так и будет. Пару комментариев. Ну, то есть ваша тяжелая энергетика, она будет влиять на решения, необходимые для нашей перемоги. Поэтому не будьте грузом для Украины. Верьте, молитесь, направляйте лучики свои, свои прекрасные божественные лучики, потому что вы созданы по подобию Господа, да? Направляйте этой лучики на благополучие нашей страны, на перемогу и на ближайший мир в результате нашей перемоги. Тогда у нас все получится. А когда некоторые из вас пессимисты, понимаете, их раскручивают, работает ИПСО, и потом вы проседаете в лужу, и вам кажется, что нас куда-то не взяли. Нас не должны были в этот раз никуда брать. Еще раз говорю, что два решения. Из этих двух решений, одно решение принято в нашу пользу. У нас нет теперь никакой очереди. А второе решение по поводу плана, я уже сказал выше, его не получилось добиться. Но и ничего здесь мега, знаете, такого смертельного не произошло. Хочу отдать дань уважения нашему президенту, который бился как лев до последнего. И вы видели сегодня эмоции его, в том числе с министром, с информацией от министра обороны Англии, да, господином Уоллесом. Этот момент на пресс-конференции, вы помните. Также я знаю, что многие крупные страны в НАТО были немножко злые на Зеленского за его дерзость, потому что дерзость он проявил еще раньше, и поэтому у них была такая реакция. А давно пора Украине проявить дерзость, и я рад, что наш президент сделал это. Поэтому дерзость связана непосредственно с тем, что эти люди, эти несколько основных стран, которые были, можно сказать, гарантами Будапештского меморандума. И именно президент Америки, господин Клинтон, который признался открытым в интервью, что он жалеет о том, что он поступил так, практически заставил Украину отказаться от ядерного оружия. Они несут ответственность. Америка, Великобритания, Китай, Россия, естественно же. Все подписанты Будапештского меморандума. Они нам должны. Поэтому дерзость Украины – это самое оно вместе с пряником, потому что мы являемся мощной силой. И сегодня Украина закрывает всю Европу, защищает всю Европу. Ближайшие страны. Страны Прибалтики, Польша и так далее. Поэтому, друзья, будь мой орач и верьте в свою страну, верьте в решения, даже если сиюминутно они не принимаются так, как бы вам хотелось. Ведется колоссальная работа по всем направлениям. И слава Создателю, слава Украине, слава Силам Обороны Украины, всем родам войск, слава ЗСУ, слава нашему ПВО, слава военным медикам, всем волонтерам без исключения, всем службам и всем жителям Украины, которые помогают нашим воинам на фронте, помогают нашей стране идти к перемоге. Кто донатит и помогает, кто как только может. Поэтому, друзья, будь мой орач, вечная слава и до переможного финала, до счастливого мира. Будьмо.